Еще более интересное продолжение этой задачи. Я сейчас садлю вот эту строчку. B лежит внутри, а C я зачем? Точка B теперь лежит где угодно на плоскости. Я просто оставлю вот это равенство. И задаю вам простой вопрос. Где еще, кроме медианы АХ, может лежать точка B, чтобы площадь АВВ равнялась площади АЦВ? То есть если лежит на медиане, то вот у нас роскошное решение, рассуждение, все замечательно. А еще бывает на прямой АХ? На прямой АХ. Вы правы. А доказать сможете? На самом деле любая точка прямой АХ действительно удовлетворяет этому условию. Вы правы. Но это обязательно нужно доказать. Так, давайте мы вам еще тоже сделаем. Точка B лежит внизу, то есть на луче АХ, вне отреста АХ. И другой вариант. Точка B лежит вот там. И задача такая, господа, доказать, что у нас вот эта площадь равна вот этой площади. В общем, в любом случае объяснить, почему площадь треугольника АВВ равна площади треугольника АЦВ. И на этой картинке или на твои? Ты тоже не помнишь? Да? Сейчас это и на треугольник? Нет, почему? Треугольник треугольник треугольник. То есть то, что мы знаем, что Х середина отрезка ВС. Это у нас все время, да? АХ это середина отрезка ВС. А треугольник АВС любой. ВФС минус ВАЦ педенитка 2. Чего-чего? ВФС минус ВАЦ педенитка 2. Ничего нет. Так, господа, взяли идеану, на продолжение взяли точку В, ну или сверху, или снизу. Почему заштрекованные площади равны? Они на посередине? Все-таки в середине? Нет, мне нужно опять-таки, нужно доказательства. Да? Так как медиана установит прямой, но все равно продолжается, потому что все равно не треугольник. Вы какую катинку? Самую левую или... Следующую. Вы хотите сейчас доказать для вот этой картинки? Да. Замечательно. Как вы это делаете? Я думаю, что если мы продолжаем... Да не надо продолжать, все легче. Подсказка, это совсем очевидно. Ну, потому что меридиан стоит процент. Меридиан, это из географии. МЕ-ДИ-А-НА. Да-да, что меридиан? МЕ-ДИ-А-НА СТОИТ ПО ЦЕНТУРА И ДИ-А-НА СТОИТ ПО ЦЕНТУРА И ДИ-А-НА СТОИТ ПО ЦЕНТУРА Это вообще непонятно, что. Гыстрее соображайте. Да? Проходит по центру. И что? Чувак, мы знаем, что точка Х середина отрезка BC. Наша цель для каждой из вот этих двух картинок доказать равенство площадей. Пользоваться при этом можно вот этой картинке, И тем, что просто медиана делит треугольник от первой велики части. Это мы сегодня тоже делаем в самом начале. Такая картинка у нас тоже есть, что площадь треугольника АВХ равна площади треугольника АСХ. Ребята, почему же здесь равны? Можете считать, что ВВЦ и АВЦ два равны треугольника и АВХ? И в каждом из них приведена медиана. Да. Молодец, все вы решили. Обратите внимание, ребята, на ее разные слова. Мысленно разделим картинку вот этой линии на две. Тогда здесь у нас АХ это медиана в таком треугольнике. Значит, площадь АВХ равна площади АСХ. И отрезок ПХ медиана в таком треугольнике. Значит, площадь вот эта равна вот этой. Согласны? Так, это решили? Решили. Подсказка. А это еще. Да. Молодец. Молодец. Вот эта картинка отличается от этой только обозначении. Что здесь сделано? Здесь написано АВ, а здесь написано ПА. Но извините, от того, какой буквой обозначена точка, утверждение зависеть не может. Правда? Даже если мы будем использовать не латинские буквы, а какие-нибудь арабские или, не знаю, еще какие-нибудь, греческие, все равно факт. Отлично. Теперь самое интересное вот задача. Мы пока еще не нашли все точки, придумывающие вот эти границы. Кроме точек, которые лежат на прямой АХ, есть еще точных. Будьте добрыны эти. Где еще может лежать точка П, чтобы эти площади равны? АВП и АСП. Неверно. Да. Где-где? Она может лежать в любом месте на прямой АХ, в том числе она может быть и точке АХ. Пожалуйста. Но кроме прямой АХ, есть еще точки. Да? В точке А, ну это часть прямой АХ. Точка А это одна из точек прямой АХ. Это неинтересно. Рисуйте, пожалуйста. Пожалуйста. Да? Может быть, сегодня у меня не есть точки, а… Не то, не то. Ребята, пожалуйста, порешуйте на плоскость и посмотрите. Просто вот пальцем подвигайте, посмотрите в разных местах. И найдите такое место. Мне сейчас нужна хотя бы одна такая точка. Я не прошу основную. Хотя бы одну точку, не на прямой АХ. Да, пожалуйста. Если пробить в диаметре и не на самом АХ… Да уже поняли, вся прямая АХ ходится, да? Вверх пробитие, вниз пробитие, уже все поняли. Вне прямой. Да? Она может лежать на прямой ВС. На прямой ВС? Ну, это реально. Ну, давайте посмотрим. Берем точку В, например, вот здесь. Точка В равна С. Тогда здесь будет просто АВС резь треугольник. А здесь будет АСС. Извините. АСС – это ноль. Площадь отрезка – это ноль. Поэтому вы не правы. Брать точку В вот здесь нельзя. Так, вообще, выходите и покажите пальцем на доске. Поднимайте руки, выходите. Покажи, выходите уже. Покажите, где с вашей точки зрения можно было бы опять решить. Чтобы проще не работать. Так уже обсудили. На прямой АХ и углу можно брать. Обсудили, это неинтересно. Нужна бы непрямую. Это на прямой АВ. Нет. Точка В лежит на прямой АВ. Это вообще утверждение верное. Но это так же, как я не знаю. Я себе всегда могу позвониться. Да? Но это, конечно, да. И это же не трудно. Я думаю, что… Точка… Поставьте, пожалуйста, пальцы. Уткните. Сюда. Только что объясню, почему нельзя. Нет. Я… Как это показать? Я просто… Думаю, что… Это… Точка может быть на прямой… С… И то, что это делит… Б и А на две части. Не то, садитесь. Мне нужно, чтобы вы просто на картинке показали такую точку. Вот она. Показали в ее пальцах. Вот она. Спасибо. Что тут… Что вас сделает? Приверли? 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 Понятно. Вам хватает… Просто… Это тело легко поправили. Вот вам его уголник. Вот он В. С. Вот он В. Рисуйте положение точки. У середины полярности. Дальше. А как она расположена по отношению к точке А, Б и Ц? Каким свойствам она должна? Она справляется на линии, играет, потому что на такой же длины отрезут А. И вы такой отрезок откладываете от точки Б? Не надо. Нарисуйте, нарисуйте. Ага. Ну что? Если честно, то он прав. Отойдите, пожалуйста. Одну точку он нашел. Только давайте обсудим почему. Вообще-то еще не доказать. Треугольник А, Б, В – это вот такой. Треугольник А, Б, Ц – он вот такой. Почему их площади равны? Верху нужно вести почему. Даже не обязательно было, так как он хитро, вымерять отрезок В и Х, принимать его сюда параллельно. Можно точку В брать в любом истинной, а не прямой. И это все равно будет верно. Давайте я картинку нарисую. Будет верна эта теорема. Если С. И абсолютно любая точка на прямой, которая параллельно ВС и проходит через точку А, то площадь треугольника ПАЦ равна площади треугольника ПАВ. Почему? А, Б – это медиана. Да нет такого слова медиана. Медиана? Да нет. Это медиана. Замечательно. Средства массовой информации. Как их обычно называют. СМИ – это по первому букву русских слов. А еще? Никогда не слышите слово медиа? Что это? Медиатека, да. Примените самую первую сегодняшнюю нашу задачу к… ВС. Будьте добры вспомнить ту формулу и примените ее к этой ситуации. ВС. 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 У нас есть формула для отношений треугольников. Вспомните ее, пожалуйста. Объясните, почему для точки П так ходить наш язык. Ост balls равна площадью квадрат, у которого одна сторона равна всем метреукоин, разрываем 50. Но она половина. Замечательно. И как бы это применить здесь? Что рассмотреть в качестве основания, а что в качестве высоты? В качестве основания ПВ, но у треугольника АПС такого основания просто нет. АПС? Еще раз. Мне так удивительно. АПС основания и ПС у нас в качестве основания. Вообще-то высота должна быть всегда как регулярной. Поэтому высоту брать в качестве совершенно нельзя. Давайте уже соображать. Если мы взяли точку В на треугольник ходящей через А параллельно, почему же у нас площадь? Ребята, ну... А давай уже давайте. Вы уже все правильно попробовали. Еще раз. Давайте заменить формулу для площади ПВ. на треугольнику. На треугольнику. На треугольнику. Надо понять, где там будет основание, где будет высота. Да? А. За основание, если будем взять отрезок ПС и с которого вообще основание и реорапта. Нет. Отрезок ПС не является стороной в треугольнике АПС. На основании, да? Да. На основании треугольника АПС могут входить отрезок ПС. Еще раз, напоминаю, что нам нужно. Нам нужно объясниться, почему площадь треугольника АПП равна площади треугольника АПС. Напоминаю, это АПП и АПС. Возможно, что основание следует взять ВАП? Конечно. Единственный общий отрезок у этих двух треугольников, это конечно отрезок ВАП. Итак, пишем. Две формы. Значит, АПС, это АП умножить на высоту, проведенную из, так, ПВ, это и будет А большое. Здесь, то есть, Аш маленькая. Только когда у вас параллельные прямые, то у вас эти отрезки что? Что эти отрезки равны? Равны. Ну, а если они равны, то значит и эти равны. Господа, к сожалению, я уже сейчас не успею рассказать то, что хотел. Да, что там на самом деле еще нет, не успею рассказать, все бы я все равно не успел. Но, одну задачу поставить, и обязательно в следующий раз с вами разобрать, я хочу. А задача такая. У нас сегодня обсуждалось равенство. АПВ равняется АПС. Сейчас я чуть-чуть изменяю вот эту задачу, и она становится намного интереснее. Посмотреть, где на плоскости расположены точки, чтобы треугольник АВП был в два раза больше по площади, чем АПС. Какой был ответ тогда равенства? Это была прямая АХ, и вот такая. Мы не успели показать, что тут их точки нет, это очень легко. Дело в том, что если одна высота там будет больше, то равенства уже не будет. До этого будет легко. Так вот, повторяю. Если поставишь двойку, задача становится намного интереснее, и ответ в ней опять две прямые. Только не прямые, а липские, вот это, а какие-то бедные.